Главные темы общественных слушаний, которые сегодня прошли в селе Леснов Касакского района, деятельность промышленных предприятий на территории поселения, их влияние на окружающую среду, экономику, а также занятость граждан. Как отмечает директор строительной компании, специализирующейся на добыче песчаногравийной смеси Ольга Симоненко, благодаря программе ФЦП выросла потребность в добыче материалов. Ведь сейчас в Крыму осуществляется ряд крупных строительных проектов. В настоящее время мы поставляем наш песок практически на все социально значимые объекты. В аэропорт, на дороги, детские сады, школы, больницы, очистные сооружения и дамбы. Я уверена, что благодаря тому, что разведываются новые местные месторождения, федеральная программа развития Крыма будет выполнена в срок. Конечно, возникает логичный вопрос, какая польза от этого жителям близлежащих населенных пунктов. Спикер уверяет, людям не следует искать одни негативные стороны. Сейчас на его предприятии уже трудоустроено более 10 человек. Все они жители села Лесновка. Наряду с этим несколько других крупных компаний по добыче полезных ископаемых также приглашают на работу местных аборигенов. Первый заместитель министра экономического развития республики отмечает, промышленные предприятия являются двигателями развития крымских поселков. Мы посещаем различные населенные пункты в Ореховском сельском поселении, сейчас в Лесновском сельском поселении. Огромное количество проектов нужно делать. Нужно включать населенные пункты в большую перечень федеральных программ, республиканские программы. Благодаря таким поездкам мы в том числе уточняем и те механизмы, те методы работы, которые применяет Министерство экономического развития. Наталья Чабан отметила, что все нацелено на то, чтобы в ближайшее время жизнь в поселках изменилась в лучшую сторону. В некоторой степени это происходит уже сейчас. Например, руководство промышленных предприятий подарило Лесновскому сельскому совету сертификат на строительство двух детских площадок для самых маленьких. Помимо этого, большое внимание уделяется природоохранному вопросу. В местной школе создан так называемый экологический десант. Мы узнаем больше о природе, узнаем о производстве всяких материалов, защищаем ее. Иногда бываем, убираем, выходим на субботник. И вообще нам лучше пристерегаться загрязнений, потому что мы в школе больше, ой, ну не в школе, мы на всей земле очень сильно мусорим. Нам сказал учитель, чтобы мы помогали ему убираться на территории школы, ездить на мероприятия. Ребята делятся. Недавно им посчастливилось побывать возле строительной площадки нового терминала Международного аэропорта Симферополь. Там своими глазами они увидели, как используют материалы, добытые в карьере Сакского района. Нашей съемочной группе удалось посетить один из крупнейших промышленных комплексов Крыма по добыче песчаногравийной смеси. Земснаряд взрыхливает песок. Смесь воды и пульпы, точнее пульпа, это смесь воды и ПГСа, намывается на карту намыва. То есть остается чистый, незагрязненный водоем. Далее этот ПГС, после того, как вода с него стекает, отстаивается, перевозится на завод первичной переработки, на вот эту вот линию. Олег Симоненко подчеркивает, работа карьера – это практически безотходное производство. Местным жителям беспокоиться нечем, ведь в Российской Федерации контроль за сохранением природы на особом уровне. Егор Зайцев, Петр Куций, служба новостей ИТВ, Сакский район.